Приветствую вас, прочитал ваш текст. Вы знаете, первое, что мне хотелось бы отметить, это то, какой семейный статус мужчина. То есть, 31 год, он, значит, моряк, да, плавает, как он говорит. Вы познакомились случайно на форуме. Кстати, на каком форуме вы познакомились? Вот. Почему вы знакомитесь на форумах с мужчинами? То есть, вы вот пишете, что вы сначала его воспринимали как друга, вот, несмотря на его намёки. А потом он начал мне советовать, чтобы мне больше поднять оценку, ходить на свидание с другими мужчинами, если одна не начаться с вашей консистенцией. То есть, вот, почему вы одна, сколько вам лет. Да. То есть, тут слишком много переменных, которые могут с ног на голову перевернуть ситуацию, вот, и показать её совершенно не такой, какая она есть. Вот. Что я могу сказать однозначно? Да, однозначно нужно сказать, что если мужчина в 31 год один, например, да, то для этого есть не только проблема. Это не проблема, может быть, как таковая. Вот. Просто, если мужчина в 31 год один, да, то если у него нет, например, допустим, семьи, у него нет, например, там, допустим, девушки постоянно, да, и т.д. То это говорит о том, что человек, по сути своей, имеет, ну, какие-то основания, да, основания для того, чтобы быть одному. Почему-то. То есть, почему-то он один. Вот, почему-то он один. Почему он один? Вообще непонятно. Вот. Но вам, вам это нужно понять. Для себя. Чтобы иметь все козыри, все, как бы иметь все карты, все факты. Вот. Потому что пока, пока, ну вот, исходя из того, что вы написали, да, не совсем даже понятно, насколько вы можете быть вместе и можете ли вы вообще быть вместе. Вот. Понимаете? То есть, я, конечно, отдаю себе отсчет в том, что, например, вы, на что-то надеетесь, что вы чего-то хотите, да, что вы хотите, ну, может быть, с ним отношений. Вот. Там это вы говорите, что вы, понимаете, сейчас уже вы его как друга не воспринимаете. Ну, что говорит о том, да, что у вас появились какие-то чувства к нему. Вот. Но какие это чувства? Насколько это чувства реально и к реальному человеку? Большой вопрос. Вот. Поэтому для вашей же безопасности я рекомендую вам вот узнать все-таки о его личной жизни, вот, да, то есть все-таки, ну, раз он вам какие-то намеки делает, да, правда, какие намеки, не очень понятно, да, то есть особенно, вот, в контексте того, что, как вы говорите, то, что он, вот, рекомендует вам, да, идти на свидание с другими мужчинами, вот, то есть тут, конечно, непонятно, какие намеки он делал конкретно. Вот. Вот. Но, я думаю, что нужно, вот. Кстати, если он действительно через пару недель приходит, ну, приходит встретиться, да, то, вот, вы пару недель можете подождать, а потом просто приходите встретиться, и если он не встретится, то, всё, как бы, это обман, и так далее. То есть, понимаете, вот, момент какой, что вы верите на слово всему, что он, ну, говорит вам, то есть вы даже не, вы не предполагаете, что, ну, что это может быть обманом, понимаете? Вот. Вот. То, что он говорит. И здесь, что либо вы наивные, либо вас закликнули эмоции, либо вы уже давно одна, и вам, как бы, нужен мужчина, то есть вы вот соскучились по мужчине. Но, опять же, если вы соскучились по мужчине, да, то почему вы пошли на форум? Вот. А теперь, отвечая на ваш вопрос, именно, вот, по поводу того, почему он предлагает вам идти на свидание с другими мужчинами. Значит, а, ну, точно, что это проверка, вам уже сказали, сказали достаточное количество экспертов, вот, я, если честно, не хотел бы повторять их, ну, не хотел бы повторять одно и то же. Вот, поэтому моё мнение по данному вопросу заключается в том, что человек просто-напросто боится с вами близости. То есть, это такая вот более глубокая, более глубинная проблема, которая, скорее всего, и означает всё, то есть, объясняет всё, что происходит. То есть, вне зависимости от того, проверяет он вас, не проверяет он вас, провоцирует он вас, не провоцирует он вас, заботится он о вас, не заботится он о вас. Вне зависимости от этого, вне зависимости смысле от этого. Совершенно точно, совершенно точно, что человек боится близости, правда, он не может прямо выразить вам свои чувства, он не может прямо сказать вам о том, что он чувствует, что он хочет, что ему нужно, чего он делает и так далее. Хотя, хотя, вы видите, что у него есть очень сильная заинтересованность, ну, вас, заинтересованность у вас у него есть. Вот. И получается, что он никак не может, да, никак не может, будучи вас заинтересованным и делая вам намёки, он никак не может хотеть, чтобы вы встречались с другими мужчинами. Вот. Поэтому, вне всякого сомнения, он боится близости. Страх близости, страх сближения объясняет всё, объясняет любой, любой мотив, любое его поведение, чтобы он любую его цель, какую бы он не преследовал. Вот. Поэтому, вот тут вот страх близости. Ну, вообще, это нормально, потому что, да, ну, в данном случае, знаете, в данном случае вряд ли может быть как-то по-другому, да, потому что, ну, тут, тут вариантов просто нет других. Вот. Если бы он, например, не боялся близости, да, он бы, соответственно, не был бы один, да. Вот. То есть, сближение, страх сближения может быть и у вас тоже отчасти, потому что, вместо того, чтобы, допустим, подождать, пока человек, ну, скажем, придёт из рейса, да, и вы сможете, наконец-то, всё прояснить, вместо этого вы задаёте платный вопрос. То есть, как, вам это очень, вам очень важно понять, да, его, вот. Но, опять же, по опыту, да, по опыту я могу сказать, что люди пытаются понять других, когда сами, сами, да, вот не совсем уверены в себе. То есть, когда они не понимают сами себя. Когда у них проблема в понимании самих себя. Если вы хотите его понять, значит, возможно, вы не уверены в себе, возможно, есть, ну, здесь вот есть сложность какая-то. Понимаете? Вот. И, тут уже на первый план выступает именно ваша, ваша, возможно, проблема. Понимаете? Поэтому, я думаю, так. Можно ответить вам на ваш вопрос. Значит, смотрите, исходя из, значит, вот этого страха, да, исходя из страха близости. Мужчина хочет, чтобы вы видели, что он вас не держит. Так? Мужчина хочет видеть вас… Мужчина хочет видеть вас лучшей, чем вы есть. Вы пишите, что, значит, он говорит, он говорит, одна не потому, что низкая самооценка, да, а потому, что, значит, с первым встречным, да, не согласен. Но почему? Почему у него такая мысль? Откуда у него такие мысли? То есть, ведь он же к этому должен был прийти как-то. Он же это должен был увидеть. Ну, у вас. Вот. И это вопрос. Это вопрос к вам. Вот. Но исходя из этого, можно предположить, что ему хочется думать, что вы, значит, одна, что вы одна, не потому, что у вас заниженная самооценка, а значит, он ваш последний шанс, например, построить отношения, ну, грубо говоря, а потому, что вы его выбрали. То есть, он вам понравился. То есть, понятно, что здесь мужчина хочет чувствовать себя более ценным и не хочет чувствовать себя просто каким-то вот, ну, так, какой-то палочкой-выручалочкой, да, которая, которая, ну, призвана спасти, спасти вас. Вот. Ему это, ему это, понятное дело, неприятно. Вот. Было бы, было бы понимать. Вот. Поэтому он, соответственно, так себя и ведёт с вами. Вот. Вот это вот основное, основное, основное его желание. Опять же, вне зависимости от того, что он делает, да, провоцирует вас или там, или проверяет, или что-то ещё, вне зависимости от этого, вне зависимости от этого, да, ему хочется, ему хочется, чтобы вы были именно женщиной, не с заниженной самооценкой, да, и не от безысходности выбравшую, выбравшей, точнее, простите, его, ну, вот, а сознательно. То есть, чтобы вы сделали свой сознательный выбор, как бы. И таким образом признали бы его ценность, ну, ценность мужчины, его как мужчину. И тут уже вам решать, хотите ли вы, ну, чтобы, чтобы так было или нет, это уже исключительно вам решать. Потому что, если вы считаете, что мужчина вести себя так не должен, не может, да, то есть он должен принимать, например, вас любой, и что это вообще за прорисовка образа, например. Ну, 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 например, да, тут я здесь утрирую, не нужно думать, что это так и есть. Если вы так считаете, то от этого мужчины вам нужно отойти, ну, желательно отойти. Вот. А если же вы считаете, что это нормально, что это, ну, в пределах допустимого, то ничего страшного. Вот. Таким образом можно выделить два основных момента, да, это страх близости и его в некоторой степени идеализация вас. Вот. То есть в некоторой степени вы его идеализируете. Он вас, он вас в некоторой степени идеализирует. А вы, вы, ну, вы явно тоже имеете искаженное на нем представление, потому что в начале вы вот понимали его как друга, а сейчас вы понимаете как-то по-другому. При том, что вы не говорите о своих чувствах, да, то есть непонятно, какие чувства именно у вас по отношению к нему. Вот. То есть, что вы-то от него хотите. То есть понятно, что вы интересуетесь, понятно, что его поведение может казаться вам не совсем, ну, не совсем ясным, но чего вы так не хотите, понимаете? То есть вот момент, который нужно в первую очередь вам определить для себя. Если это симпатия, да, то насколько эта симпатия свободна, то есть насколько этот человек был, к примеру, выбран вами, насколько свободный этот человек был выбран вами, к примеру, опять же. Вот. Если вы не свободно его выбрали, то какие желания стоят за этим, то есть чего вы хотите. То есть это все вот вам надо бы для самой себя прояснить. Вот. Ну и не забывайте все-таки о том, что это отношение в интернете, да, что вы реального человека не видели, и что, может быть, все это, все это, я имею ввиду, тот, тот он моряк, то, что он там в плавании сейчас, и то, что он потом, вот, из этого плавания придется, это может оказаться просто неправда и так далее. Вот. Но, вне зависимости от этого, даже если, даже если это неправда, то правдой является то, что он боится близости. В любом случае, это что-то вам нужно понять. Вот. Значит, так. Значит, тут я просто сейчас перечитаю ваш текст, чтобы, значит, не упустить никаких деталей. Значит, интересно, суть общения до четырёх ночи печет почти каждый час. Так, ну, интересно, суть общения до четырёх ночи. Ну, опять же, не совсем понятно, что вы имеете ввиду, то, что это значит до четырёх ночи. То есть, это укладывается в то, что он в море, то есть, он в морях или нет. То есть, у них там, может быть, что-то, как это, смена или вахта. Вот. Делимся друг с другом мнениями и мыслями. Он не женат. Нашла его в соцсети. Ну, да, а почему не женат? Вот 31 год. Нашла его в соцсети, вижу, что очень его интересую. А как это проявляется? Сначала воспринимала его просто как друга, по-брюзерски общалась, смотря на очень тонкие намёки, очень тонкие. А опять же, намёки на что? Да? Потом он начал мне советовать, чтобы мне больше поднять самооценку, ходить на свидание с другим мужчином. А почему? И как изменилось ваше отношение к нему? С какого момента оно поменялось? Если я одна, это не значит, что самооценка занижена. Это значит, что план как партнёра согласен не с первым встречным. Простите, речь идёт о сексе или о чём? На что согласна? Вы пишите, вообще не пойму его, за чем предлагают идти на свидание с другими. Вы знаете, вы знаете, у меня такое ощущение вот именно в этом моменте сложилось, что вы считаете, что должны его понять. Вы должны его понимать. Вот. Ну, вы так считаете. У меня к вам вопрос. Почему? Почему вы считаете, что вы должны его понимать, если вы его не видели, никогда в жизни не общались? Нельзя до конца понять человека, я имею в виду вот его мотивы, да, если он об этом не говорит, если это не обсуждается, если вы вот не можете прямо у него спросить об этом. Находясь на расстоянии. То есть, если вы хотите понять, просто спросите у него. В любом случае, если вам строить отношения, например, если вы планируете строить отношения, то вам в любом случае, ну, наверное, нужна будет какая-то честность, да, какая-то искренность. Вот. Если он не будет с вами искренним сейчас, да, то это не скажет, не скажет конкретно, почему, почему он вот, ну, советует вам на свидание ходить с другими мужчинами. То это означает, что он не будет с вами честен. И, по крайней мере, вы получите для себя уже, ну, какую-то информацию относительно его намерений и относительно того, как он видит себя и вас. То есть, КП флюор вам доверяться, например, или нет. Понимаете? Какая история. Вот так мне думается. Если вы не можете у него спросить прямо, почему он так делает, а задаете платный вопрос на сайт, то тут опять же вопрос к вам, да. Вот. Если вы, ну, делитесь мыслями и мнениями, да, то почему вы не можете поделиться мыслями и мнениями на этот счет? То есть, получается же какое-то, знаете, ну, такое формализованное общение. То есть, общение с ограниченными темами. Но это плохое, плохое подспорье для отношений. Тем более на расстоянии, где, как бы, ну, понятно, что контакт неполный и необходимо, вот тот необходимый текст, да, отсутствие невербального контакта комментировать искренностью. Вот. Поэтому, первое, причины вашего страха, то есть, возможно, боитесь остаться одна, возможно, что-то еще. Вот, это первое. И второе, это вот, собственно, какими вы видите отношения, да, и на каких основаниях вы хотите их выстраивать. Ух ты. То есть, это вот, а, ну, что ж. История, эта история, она именно про вот это. Вот так, пожалуй, добавить больше нечего, потому что информации достаточно мало вы предложили. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы. Пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.